Одна из самых громких новинок компании Becker Plus. В кадре у нас Pocket Smatched. Всех приветствую. И давайте сегодня поговорим о нем наиболее подробно, поскольку эта модель, конечно же, очень-очень интересная. Прежде всего, своей агрессией. Данная модель давным-давно была разработана полковником Рексом Эпплгейтсом, и который, конечно, изобретал компактный боевой нож. И эта агрессия никуда не ушла. Она сохраняется по сей день, несмотря на то, что дизайнер Чек Рейдрайтс, он, кстати, вот здесь вот на клинке у основания сверху курсивом фигурирует, пытался ее как-то, как говорится, успокоить, но никуда эта агрессия не исчезла. Конечно, данный нож, как говорится, не является холодным, поскольку нет обоюда острой заточки, но вот эти агрессивные спуски, обратите внимание, они, конечно, никуда не скрывают эту агрессию. Складной кинжал, спуски от середины, очень глубокий долг, симметричный с двух сторон, на обухе шайбы с рифлением, ну, с помощью которой нож легко извлекается из корпуса, тем самым является таким вот амбидекстером, да, можно правое и левое открыть, и это никакого не составляет труда. Наверное, обратили внимание, какая у ножа механика. В осевом у нас подшипники шариковые, да, и тем самым, обратите внимание, как он складывается прям под тяжестью клина, и эффектно работает детенбол. Несмотря на то, что клинок массивный, клинок, как говорится, не маленький, да, тем самым детенбол его прекрасно фиксирует, и он, конечно же, никак самостоятельно не откроется. Но за счет, опять-таки, клинка можно его легко извлечь с помощью такого вот стряски. Это, как говорится, делается без особого труда. Лайнер-лок фиксирует довольно-таки надежно, и изначально, когда его берешь в руки, складывается ощущение, что он немножко тонковат, но потом, как говорится, повертев в руках вполне и вполне норм, поскольку здесь нету никаких облегчений, и, в принципе, лайнер не такой уж и тонкий. По сборке лайнера без облегчения повторюсь, здесь у нас имеются две банки и одна упорная ось. Все прозрачно, все насквозь. Накладки из Микарты крепятся двумя торсами, и в осевом также такой торс большего размера. Что еще важно? Обратите внимание, какая здесь интересная клипса. И она выполнена из цельного такого куска металла, да. И отличительная особенность, такие клипсы обычно бывают... Так я нож сложу, чтобы он меня никак не поранил. Такие клипсы обычно бывают очень тугими, но за счет того, что она, обратите внимание, какая тонкая, она очень мягкая. Очень мягкая, но при этом надежная. Здесь вот два вот этих параметра, очень важных, совмещены. По механике нож прям идеально, как говорится, выбрасывается. Отдельное внимание заострю на том, что каждый выпущенный нож имеет определенный номер. У нас вот такой вот интересный. Восьмой сегодня. Скорее всего, его уже, когда вы смотрите, ролик не будет. Либо его кто-то для себя ставит, либо, как говорится, его уже обязательно выкупят. Накладки из Микарты имеют также такие 3D-обработку по выступам или таким канавкам. Вот сбоку видно, что это все имеет углубление и выступы, тем самым дополнительная фиксация. Хотя, какая тут фиксация? Тут такая кинжальная рукоять, которая буквально, будь он даже, если и гладким, нисколько он никак в руках, как говорится, неуверенно сидеть не может. Что еще? Сталь, конечно же, вынуждена озвучить. Это VG-10. Прекрасно по своим параметрам японского происхождения. Здесь также на высоте. Ну и на обороте видим гравировку Beaker+. Идеальная механика. У нас же, повторюсь, прям он, конечно, завораживает. Центровка строго по центру. Я брал, скрывал прям пять моделей, и все, как на подбор, идеально отцентрованы. С этим вопросов нету. Кстати, его даже можно вот таким вот образом открыть. и, конечно же, встряской. Ну что, давайте, наверное, его замерять, поскольку время тратить не будем. Очень агрессивный. Повторюсь. Так, давайте немножко попустим. И общая длина. Модель новая. Модель, как говорится, безусловно, уже заведомо популярная, и поэтому будем подробно ее изучать. 235 миллиметров длина, 100 ровно клинок, но это мы до упора, до рукояти, до шпинька мерить не будем. По обуху, вот здесь у основания, прям мы имеем 3,9. Ну, почти четверка. Ширина клина. Ну, 36,5. И сведен. Кстати, сведен, несмотря на свою агрессию, очень неплохо, судя по ощущениям. А вот по замерам мы имеем 0,56. Ну, и 0,6 на 3. То есть, вполне себе такой еще и резачок. Да, если вам нужно будет, как говорится, помимо того, какие чувства он вызывает, еще и, как говорится, по юзе, то вполне он сможет что-то настрогать, порезать и так далее. Толщину рукояти для себя померим. Это 16, ну, и ширину я не вижу смысла мерить. Тут в самой узкой части 26. Ну, давайте уж здесь 31,7. И вес. Немаловажный момент. Он, несмотря на свои такие габариты, не кажется совершенно каким-то тяжелым, поскольку вот 204 грамм. Ну, повторюсь, для таких параметров, для таких размеров нож, конечно же, хорошо сбалансирован и по весу, и по габаритам, ну, и в целом. Я не люблю обычно большие ножи, но этот нож прям вот мне лично очень симпатизирует. На этом все. Благодарю за просмотр. Жду с нетерпением обратной связи Pocket Smatched. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok